МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В течение первого месяца библиомобили представляли литературно-мемориальный музей-заповедник Чехова-Мелехова. Сейчас жители знакомят с историко-литературным музеем-заповедником Пушкиным. Всего с использованием библиомобили в Подмосковье проведено свыше 100 мероприятий, посвященных областным государственным музеям. Мероприятия посетили более 2,5 тысяч человек. До конца этого года планируется представить все государственные музеи региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Названы самые освященные города Московской области. В лидерах, естественно, оказались крупные города региона. Балашиха и Химки взяли первое место. Матищи, Сергиево-Посадский и Ленинский районы также оказались недалеко от верхушки рейтинга. Последние же места заняли Лобня, Каширо, Звенигород, Солнечногорский и Пушкинский районы. Спрос на создание сетей уличного освещения на данный момент очень большой. Как сообщил министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов, в среднем по области у нас имеется до четверти дорог, которые не освещены. Конечно, в течение года проблему полностью решить не удастся. Здесь особенно важно, чтобы главы районов и муниципальные власти четко координировали свои действия по тем запросам жителей, которые они получают. Конец цитаты. Ну а в целом же, по словам министра энергетики, областная программа по освещению полностью реализуется в этом и следующем годах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Предлагают наказывать родителей за прогулки их несовершеннолетних детей в ночное время или в недопустимых публичных местах без сопровождения взрослых. Соответствующий законопроект будет направлен в Государственную Думу. Под недопустимыми местами подразумеваются те, где здоровью и развитию несовершеннолетних может быть причинен вред. Речь идет о секс-шопах, барах и рюмочных. Ночью детям не рекомендуется находиться без сопровождения взрослых на улицах, стадионах, в парках, скверах, ночных клубах и местах реализации алкогольной продукции. Родителей, допускающих нахождение их несовершеннолетних детей в подобных местах, предлагается штрафовать. Я же с вами прощаюсь. Всего вам доброго и берегите себя.